Северо-корейский лидер Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию и Приморский край в частности. Напомним, что он прибыл в регион в субботу 16 сентября. Почетного гостя поприветствовали на железнодорожной станции в Артеме. Школьники города в парадной форме произнесли традиционное приветствие на корейском языке. Впереди у северокорейского лидера была насыщенная программа визита. Так, например, Ким Чен Ыну представили классику русского балета. После завершения представления губернатор подчеркнул, что главе КНДР очень понравился балет. Особенно северокорейский лидер оценил декорации, оркестр и реквизит, которые использовали артисты. Конечно, балет ему понравился и мы обсуждаем этот вопрос, можем ли мы выступать в Корее со спектаклями. Мы будем такие культурные обмены обязательно совершать, благо здесь мы рядом находимся. Наступают те времена перемен после ковидных, когда Корея открывает свои возможности, а культура – это двигатель всего, это отрасль, которая не имеет ни границ, ни каких-то там политических определенных, скажем, влияний. Она просто нужна нашему народу, она нужна корейскому народу, она сближает наши нации. На следующий день голова КНДР посетил Дальневосточный федеральный университет и Приморский океанариум. Ректор ДУФУ Борис Коробец провел экскурсию по ВУЗу. Он отметил, что отец нынешнего лидера КНДРа Ким Чен Ир в 2005 году был назначен почетным доктором университета в области юриспруденции и права. И для ВУЗа это большая гордость. А после знакомства с ДУФУ Ким Чен Ин и Олег Кожемяка побывали на улице Дальнего Востока, где Костю показали павильон Приморского края. В частности, на выставке представлена экипировка и бронезащита добровольческого отряда «Тигр». Товарищ представитель, обратите внимание, эта одежда сшита приморскими производителями по высоким технологиям из ткани с инфракрасной ремиссией, что делает бойцов менее заметным. Следующим пунктом в программе Ким Чен Ир настало посещение Приморского океанариума. Здесь он познакомился с уникальным подводным миром Дальнего Востока, посмотрел представления с участием дельфинов и белух, морского котика и моржа и ознакомился с работой научного учреждения. А вечером воскресенья поезд северокорейского лидера отбыл с территории Приморья. Как отметил Олег Кожемяков, во время двухдневного визита Ким Чен Ина им удалось пообщаться в направлениях совместной работы. Мы ожидаем, что в этом году наша делегация обязательно побывает непосредственно в КНДР. Сейчас мы обменяемся письмами по приглашению. Нас очень интересуют вопросы, связанные и с развитием торговли, с развитием экономики. Кроме того, я думаю, что есть интересы и в совместных проектах по сельскому хозяйству, в том числе на территории Приморского края. Интересна программа обучения корейских студентов здесь, в наших вузах, а также обучение и с практической работой в наших колледжах. Мы к этому готовы. Будем подводить ежегодно итоги нашей совместной работы. Я уверен, что она даст хорошие результаты. Визит Ким Чен Ина носит статус официального. Это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия – первое государство, которое он посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР прижал в Россию в апреле 2019 года. Анна Дьякова, Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова